Привет, друзья! С вами врач-хирург Кутепов Денис, первая категория, стаж работы 9 лет. И продолжаем разговор на тему анальный зуд или зуд в области ануса, в области анального отверстия. Тема эта довольно-таки сложная. Порой люди, страдающие данной проблемой, годами не могут найти решение. Они мечутся по куче специалистов, докторов, сдают кучи анализов и в итоге так и не могут выявить настоящую причину анального зуда. Хотя бывает, что она кроется буквально на поверхности, так сказать. И именно поэтому я решил наконец расставить все точки над И и дать пошаговую инструкцию в случае такой проблемы, как анальный зуд. Будет 5 конкретных шагов, следуя которым вы сможете узнать, в чем же наконец ваша причина, причина вашего зуда в области заднего прохода. И соответственно узнав причину, естественно вы сможете грамотно лечить ваше состояние. Итак, погнали! Ну что ж, скажу сразу. Причин у анального зуда очень много. Их более 100. Но, друзья, есть такие причины, которые встречаются крайне редко. Ну это может быть 1 на миллион страдает анальным зудом вследствие какой-то вот редкой причины. Я же в контексте данного видео разберу самые популярные причины и расскажу, как докопаться до истины именно в самых популярных случаях заболеваниях, которые в 99% являются причиной анального зуда. Шаг первый. И возможно после этого шага вам даже не придется шагать дальше, как говорится. И первое, что вы должны сделать, если у вас чешется попа длительное время, это посмотреть предыдущий ролик, друзья, где я рассказываю про самые главные основы основ лечения анального зуда. После которых в 50% людей, страдающих данной патологией, зуд просто пройдет. Для тех, кто не смотрел, настоятельно, друзья, рекомендую посмотреть. Переход на видео будет в конце этого ролика. Для тех, кто смотрел, напомню основные аспекты данного видео. В нем я рассказываю, как ликвидировать такие причины частой анального зуда, как контактный, аллергический или реактивный анальный зуд, что бывает очень в большом проценте случаев простым путем корректировки питания и гигиены, друзья. Также я рассказываю, как избавиться от анального зуда, причиной которого является дисбактериоз, потому что это очень частая тоже причина в условиях, тем более современной медицины, где буквально от каждого заболевания назначаются антибиотики. И в результате чего мы имеем очень много осложнений, в том числе и анальный зуд, вызванный дисбактериозом. Также я рассказываю, как избавиться от нейрогенного зуда или психогенного анального зуда, что тоже очень часто является причиной. Кроме того, я сказал, какие сдать анализы, самые простейшие, без визита к врачу, для исключения таких заболеваний, как сахарный диабет, например, или печеночные какие-то заболевания, что тоже очень часто являются причиной анального зуда. Ну и рассказал об универсальном лечении анального зуда, как местного лечения, так и общего лечения, вне зависимости от этиологии, которая помогает в очень большом проценте случаев. Так что, друзья, обязательно его смотрите, это первый и самый главный шаг. Далее шаги будут идти по нарастающей, по уровню сложности, так сказать, именно для вас конкретно, как для пациента. И второй шаг будет исключение заболеваний прямой кишки и непосредственно ануса. Конечно же, безусловно, заболевания прямой кишки и ануса являются очень частой причиной анального зуда, и исключить их или подтвердить просто необходимо. Из проктологических болезней самые частые причины анального зуда – это анальная трещина, геморрой, тромбоз геморроидального узла, либо анальные свищи. И здесь у вас есть два пути – либо сразу же обратиться к проктологу, что, конечно же, безусловно, лучше всего. Ну а для тех, кто стесняется обращаться к проктологу для проведения аноскопии, так сказать, и уже более квалифицированного осмотра, для тех также у меня есть видео по самостоятельной диагностике основных проктологических заболеваний в случае возникновения шишки в области ануса, боли в области анального отверстия или кровотечения. В общем, посмотрев эти видео, вы сможете, в принципе, с лёгкостью диагностировать проктологические заболевания самостоятельно. Кроме того, у меня есть видео как по диагностике, так и, собственно, по лечению самостоятельному, эффективному лечению некоторых перечисленных мною заболеваний прямой кишки и заднего прохода. Третий шаг – это исключение дерматологических различных, то есть кожных заболеваний. И самыми частыми дерматологическими причинами анального зуда являются такие заболевания, как экзема и псориаз в перианальной области. И тут в случае псориаза, в общем-то, может быть понятно, если у вас до этого был псориаз где-то на каких-то отделах, участках кожи, то, в принципе, вы не застрахованы от появления псориаза в межягодичной складке. Отличие в том, что псориаз на коже, где-то на теле, он, в принципе, большого зуда не вызывает. Но в случае появления псориаза именно в перианальной области, в межягодичной складке, псориаз отличается. И, в принципе, вы можете подумать, что это другое заболевание, потому что, во-первых, оно и выглядит по-другому, во-вторых, оно и вызывает сильный зуд, которого у вас до этого не было. Поэтому, в принципе, псориаз обязательно вы должны заподозрить, если у вас был псориаз до этого. Что касается экземы, тут, в принципе, первоначально можете как-то осмотреть самостоятельно, я не знаю, как может быть с помощью зеркал, либо близких людей, диагностировать сыпь. Именно высыпание в перианальной области. Вокруг ануса различного характера может быть сыпь. И если такая сыпь есть, сыпь, мокнутие, мацерации какие-то, возможно, налёт, то, вероятно, вам нужно посетить врача-дерматолога. Потому что дерматологические причины – это тоже очень частая причина возникновения анального зуда. Здесь, опять же, скажу для тех, кто стесняется показывать причинное место доктору и желает вначале попробовать полечиться самостоятельно. В случае экземы, а их много, в принципе, это может быть и бактериальная, грибковая, аллергическая экзема, вы можете попробовать некоторое время, от недели до двух недель, полечиться мазью. Опять же, о которой я говорил в предыдущем видео, называется она тридерм или её заменитель. Акридерм ГК. И эта мазь может помочь в огромном спектре именно дерматологических причин, как бактериальных, так и грибковых и аллергических. Потому что в ней есть основные такие компоненты. Четвёртый шаг – исключение заболеваний эндокринной системы, то есть гормональной какой-то патологии. И здесь, помимо основного, самого главного короля сахарного диабета, о котором я говорил и в предыдущем видео, и в начале этого видео, есть ещё такая тоже немаловажная и частая причина, как патология щитовидной железы. Причём анальный зуд может вызывать как гиперфункция щитовидной железы, гипертиреоз, так и наоборот недостаточная функция гипотиреоз. Для того, чтобы это исключить, достаточно, в принципе, сдать кровь на гормоны, уровень гормонов щитовидной железы, можно пройти УЗИ. Ну, самым лучшим вариантом, конечно, это будет посещение эндокринолога. Но можете начать самостоятельно именно с сдачей анализов с УЗИ. Ну и последний, пятый шаг, пожалуй, самый сложный для пациента, поэтому, собственно, он и улетел на пятое место – это исключение заболеваний толстого кишечника, либо желудка. Эти заболевания, в принципе, тоже частенько могут быть причиной анального зуда. Из заболеваний толстой кишки наиболее часто это какие-то колиты разнообразные, язвенные, либо другие колиты, может быть болезнь крона. Из заболеваний желудка это может быть язвенная болезнь, вызванная хеликобактер пилори, так называемый, которая тоже часто может приводить к анальному зуду. Либо гастриты, также сопровождающиеся этой инфекцией хеликобактерной. А сложный этот шаг, потому что здесь самые, пожалуй, тяжёлые для пациента обследования проводятся. Такие обследования, как колоноскопия, только с помощью колоноскопии можно выявить указанные, названные мною заболевания, различные колиты. А в случае с желудком это ФГС, то есть русским языком глотать лампочку, что менее сложно и страшно, чем колоноскопия, но тоже очень неприятно для многих, друзья. Поэтому, собственно, и этот пункт стоит на пятом месте. Но это не значит, что данные причины бывают очень редкие. Все названные мною причины в этом видео и в предыдущем очень частые. И, пожалуй, самые основные. Именно поэтому я вам и сказал, что посмотрев и законспектировав, может быть, это видео, вы с вероятностью 99% избавитесь от вашего анального зуда, если пройдете все 5 шагов, ну, либо остановитесь на каком-то из предыдущих шагов, названных мной. Ну что ж, друзья, надеюсь, информация была вам интересна, полезна. Подписывайтесь на канал. С вами был доктор Кутепов Денис. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok